Ребята, всем большой привет! Всем привет! Добро пожаловать на наш основной канал Лепота ТВ. Не забудьте подписаться, сразу поставить лайк, потому что мы очень стараемся. И нажать колокольчик. И еще это побольше смотреть. Да. Ребята, у нас сегодня очень крутой день, потому что мы устроили в своем основном инстаграме, вот он, Лепота ТВ, опрос, на какую сумму мы будем выживать. И сегодня мы будем целый день выживать на 100 рублей вдвоем и еще и с собакой. У нас будет завтрак, обед, полдник и ужин. Нифига себе. И вы понимаете, что мы питаемся не так, как собака, поэтому нам нужно будет сейчас очень много всего купить. Мы уже приехали в торговый центр, стоим на парковке и пойдем, да. И пойдем делать куб-купач. Пойдем делать куб-купач, да. Мы смотрели несколько таких видео на ютубе, где надо совсем по чуть-чуть всего брать. В общем, надеюсь, мы справимся. Так, ребята, возьмем на завтрак геркулес. Он у нас по 30 рублей. Взять надо так, чтобы Мишу накормить. И мне чуть-чуть досталось. Так, номер 85, 6, 9. На рубль сорок, ребята. На рубль сорок, вот сколько геркулеса. Здесь можно, на самом деле, хорошую такую тарелку взять. Рубль сорок. Мы сегодня будем жить прям зажиточно. Берем горох для горохового супа. Мы будем надеяться, что у нас получится как суп. Потому что много мы гороха себе позволить не сможем. А он у нас почем? Ребята, не забывайте, что нам еще надо накормить собаку. А собаке не все можно есть. И у нас на все 100 рублей. Что, 0 рублей? Ну почти. Ну как думаешь, сколько будет? Давай чуть-чуть. 5 рублей, думаю. Слушай, ты прям это, 5 рублей 7 копеек. Я посмотрел просто на экранчик. Ах ты! Да на тебе! Так, ребят, выбираем, какие макароны подешевле. Эти по 34. Вот есть по 32, но их тут мало. Как будто уже кто-то поел. Есть вот такие звездочки, но ты, миш, не любишь такие, да? Да, они недавно рассыпались на кухне. Это было что-то ужасное. Значит, давай возьмем вот эти по 34 тогда. Они такие же, наверное, как вот эти. Подальше берем. Так, вот не надо взять свои догадки, хорошо? Я думаю, что выйдет примерно так где-то на... На рубли 6 там, наверное. О, слушай, реально 6, смотри. Ничего себе! Вот так совпало! Вообще, ну есть, бывает же такое? Так. На завтрак у нас пока только овсянка. На обед у нас уже есть полгорохового супа и макароны. Но нам нужно еще все докупить. Еще нам надо накормить собаку. Собаку нам нужно накормить. Но собаке много гречки не надо. Вот какая у нас радость. И она еще разварится, увеличится вдвое. Поэтому, я думаю, вот столько будет вполне достаточно. Даже много. Даже много. Но она же разварится вдвое. Итак, ребят, гречка для собаки у нас на 4 рубля. Это у нас сколько? 60 грамм. Вот, ходим, пытаемся позволить себе хлеб. Но всякие печенюшки, печенье, милочка с кокосом, все это очень дорогое. Нам нужен обычный суровый хлеб из Ашана за 11 рублей. Ребят, он уже стоит не 11 рублей, а почти 14. Но нам придется взять. Только посмотрим, чтобы дата была. Дата здесь вчерашняя. Мы хотим свежачок. Свежачка, походу, нет. Есть позавчерашний. Ну ладно, возьмем такой тогда. 13 рублей. 14. Прошла дневный. Прошла дневный. Ты что, картошку накопала, что ли? Ребят, ну мы себе картошки много не позволим, конечно. Максимум 2 штучки. Мы все смотрим. На 6 рублей у нас картошка. Экономия. Пока укладываем все. Хотя дороговато, честно говоря. Лука нам нужно будет много. 4 рубля. Блин, что-то для лука это прям дорого. А морковка нам понадобится больше для бельки. Но ее мы не можем никак не взять. Нам она тоже нужна. Поделим. Морковка 3 рубля. Мы вспомнили, что без соли мы не сможем приготовить. Ничего нормально. Это будет невкусно. Бельки-то можно, а нам нет. Поэтому возьмем немножко. Какой там номер на весах? Это даже смешно выглядит. Главное, чтобы пакет не был дырявым. Это, знаешь, обидно как-то будет. Соль растерять. Наверное, сколько-то копеек. Наверное, очень дорого будет. 17 копеек стоит. И что себе. У нас будет компот из сухофруктов. Их надо будет, наверное, хорошо помыть. Но они дорогие, мы себе много не позволим. Буквально капель. Маленький компотик. Не, почему? Просто не очень насыщенный. Рублей, наверное, 10 сейчас. А, 4. Все нормально. Можно было еще взять. Не, не. Мы не можем. Нам еще мясо собаки. Мы же не одни выживаем. Ребят, берем одно яблоко. Сейчас взвесим его. Яблоко у нас, ребят, самое дорогое. На 10 рублей. Но у нас не сложилось с мясом. Потому что в том Ашане, в котором находимся мы, нет мяса на развес. Мы хотели взять Билли куриную лапку одну, содрать с нее мясо. Это вышло бы рублей на 5. Но здесь можно купить только набор за 50 рублей, и мы не укладываемся. Поэтому пойдемте посмотрим яйца. Будет белок. Но почему-то в этом Ашане это самый дешевый вариант. 36 рублей за яйца. А если бы были на даче, могли бы взять поштучно. Можно было бы взять, да, вообще одну штуку. Как они, как их открыть-то хоть, проверить. А тут специально как бы это, с сюрпризом. О, здесь разбитое одно. У меня же сюрпризы какие тут. Здесь нет дешевле вообще нигде. Пришли на кассу. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Будем надеяться, что мы уложились. Так, ребят, вот смотрите, насколько у нас получилось. Ровно на 96 рублей 94 копейки. Все наши позиции вот здесь. Мы прям идеально уложили. Сейчас будем оплачивать. Вот смотрите, ребят, у нас тут самое дорогое. Это яйца, хлеб и где-то яблоко. Вот 9 рублей. Сейчас посмотрим, как мы на это сможем выжить. Нам еще надо били купить мясо. Мы его не купили. Ребят, мы возвращаем тележку за 10 рублей. И у нас еще есть 10 рублей, еще 4 рубля. Как будто бомж какой-то подбирает бильки на лапу. В общем, ребят, все. Заверпапа тебя не видно. Мы сделали закупку в Ашане. У нас вышло 96 рублей. Сколько-то там копеек. 4 рубля осталось. Да, у нас осталось 4 рубля. И мы подумали, что, наверное, все-таки в этот раз мы и куриную лапу брать не будем. Потому что она рублей, наверное, 7 или 10 будет стоить. А на самом деле у нас осталось всего 4. Ну, если на улице попросить у кого-нибудь тележки. Ну, не, ну мы тележки вытащили 10, но это уже будет 110 рублей. Это, наверное, не очень честно. Плюс у нас в бильке сегодня будет разгрузочный день, видимо. На гречке яйца, яблоки и морковки. А то пукает много. В общем, ребята, поехали и будем выживать на 96 рублей. Ну что, ребята, мы уже добрались до дома. Сейчас будем готовить завтрак. У нас здесь есть геркулес, яблочко. Вот такая вот смесь сухофруктов для компота и вот такие вот яйца. Ну, еще у нас осталась гречка. Ё-моё! Ты что? Ну, как это вышло? Мам, да что же неаккуратность-то такая, а? Ну, ё-моё! Эх, ребята, что-то не повезло сегодня гречке. Пакет у нас был вот такой дырявый. Он обо что-то продыряевался. Ну, ты не экономишь просто. Да. Биль, это вообще-то твоя гречка. Знаешь, да, малыш? Да я в курсе. Сейчас ничего не оставите. Давайте это помоем. Пропылесосить теперь надо. Пропылесосить надо, да. Так, гречку, ребят, в магазинную обязательно нужно, конечно, промывать. Сейчас будем приводить ее в порядок. Ребят, сейчас поставим чайник кипятиться и зальем нашу гречку для бильки. Вот у нас гречечка, промытая, чистенькая. Вот здесь все. Я бы выбирала тут плохие зернышки, поэтому гречка в процессе приготовления. Так, с горохом я стараюсь быть аккуратнее уже, чем с гречкой. Мы его сюда высыпаем. И его тоже надо очень хорошо промыть, потому что там все все трогают руками в этом ашане. Вот, чайник у нас уже почти вскипел, ребята. Вот видите, какие-то черные тут бывают, горохинки неприятные. Вот, насколько я знаю, пока эта пена не исчезнет, горох не промылся. Так, ребят, ну что, заливаем билькину гречу. Вот так, наверное, примерно. И накрываем блюдечком. Такой пластиковой штукой накроем. Все гречка у нас будет готовиться. Горох мы переместили в более большую посудину, чтобы видеть все черные зернышки. Горошек у нас стал чистый. Заливаем его чуть-чуть постоять до обеда. А мы будем готовить себе завтрак. Так, ребят, ставим водичку для овсянки. Ой, что-то у нас мало получилось. Так, ребята, моем овсянку нашу. Вот, Мишка, аж готова, будешь? Да, давай. Что, ребята, у нас вода стала уже горячей. Она, конечно, еще не кипяток. Но уже можно кинуть туда овсяночку. Потому что эта овсянка, наверное, ее варить долго. Это не хлопья быстрого приготовления. Поэтому пусть закипает тут потихоньку. К завтраку моем яблоко. Ребята, яблоки надо мыть хорошо. Их обрабатывают, скорее всего, чтобы они были блестящими. Кто-то моет даже губкой без фейри. Но вы просто хорошо мойте. Нам с Мишей тарелочки. И Бильки сейчас достанем тарелочку. Вот и Билькина тарелочка. И будем сейчас завтракать. В каше нашей что-то слишком много воды. Мы переборщили. Мне кажется, что овсянка сейчас разбухнет. И будет нормально. Пока что ждем. Сахара у нас, ребят, нет. Потому что мы его не купили. Хотя, наверное, могли бы на 4 рубля купить немножко сахара. Мы его не нашли. Да. А пенку белую будешь? Нет, это вам с белой. Ребят, мы забыли, что нам к завтраку нужно сварить яички. Мы же купили специально яйца, чтобы у нас был белковый завтрак. Ребят, берем вот такие вот две части яблочко. Одно оставим на потом. И чтобы у нас каша была хоть немножко посуще, давайте порежем яблочко в кашу. Это у нас идеальная, на самом деле, еда для собаки, потому что каша не соленая и не слащеная. Так. Каша с яблочком. Сейчас мы все помешаем. У-у-у-у. Так. Кладем порцию для бельки. Миша, побольше, побольше. Давай тебе побольше. Я сегодня что-то есть не хочу. Нет. Я не хочу сегодня кушать. Да, я на завтрак съем маленький кусочек яблочко из этой каши. Нет, Зая, у тебя сейчас будут два яичка. Я сегодня разгруженный яйцо устраиваю. Это тебе, Зая. И водичка мне нужна еще. Такое ощущение, что сюда тушенки положили. С яблоком, а не кашу. Побольше, побольше докладывай себе. Это моя порция. У нас есть сухофрукты, мы должны сразу себе поставить компотик. Надо хорошо промыть. С кашкой как раз. Нет, компотик так быстро у нас не сварится, к сожалению. Ну что, ребята, убили сегодня. Какой вкусный день. Мам, что-то не очень. Так, Билли, давай-ка тут это. Кушай. Кушай вся. Слежка скрытой камеры. Будет с собой к ней? Нет. Ну, это что? Это вкусно, это полезно. Не добрызло. Не масляно, правда, не солено. Билли норм. Он просто думал, что ему это нельзя. Я, знаешь, такой тип, думал, что никто не смотрит сейчас. Смотри, сейчас яблочко. Он яблочко зеленое любит. Ну что, ребята, завтрак в нашей семье. Овсяная кашка с яблочком. Сейчас яшьте кашку. Ну, это очень полезно, на самом деле. Да, мы не любим каши, честно говоря, но у нас по бюджету ничего другого не получалось. За 4 рубля. И хлебушек вот с яичком. Мы яички сварили в смяточку. Вот здесь вот мы насыпали соль, положили себе ложечки. Так что хлеб это к яйцу, не к каше. Сейчас мы вот это съедим. И будем готовиться уже к обеду. А самое интересное, что Биллика доел все. Ну, Биллике-то очень понравилось, особенно яблочко, наверное. Давай ешь кашу. Миша! Ты решил все смять себе? Открой рот. Приятного аппетита! Вкусная кашка, да? Нет. Знаешь, на самом деле из-за яблока ее можно есть. С яблоком, в принципе, можно есть, правда. Несладко совсем. И сейчас добавку положу. Девочки, не обязательно много каши есть. Немножечко закинула туда для желудочка. И все. Вот так тут только желудок забивать. Лучше яичко-белок. А можно я тоже, девочка, сейчас поботься? Ребята, я перешла уже к вкусной телести. Завтраком. Это яичко. У Миши даже с яйцом сегодня не сложилось, кажется. Мне просто с кусками его чищено. Миш, ну если ты не хочешь, не ешь. Ну что ж ты так издеваешься? Я хочу... Умнел, Мишка, я про меня. В принципе, можно вот так уже, смотри, сделать. И ложечку засовывать и кушать. Ну да. Он вот так открыл капсулу. Так, ребята, у Миши произошло ЧП. Давай, дадим кусочек бельки. Вот этот весь? Белочек, да. Били, на. Белька белочек любит. Ой, ты что, на пол такие? Он вылезет. С винью какую-то кормишь. Бедный беляша. У нас просто небо, что классно. Да вон же там, он ничего не докинул-то чуть-чуть. Так там вода у него дает. Все? Слопал? Все, Белька слопал. Он еще хочет. Ну что, берем соль. Соль, на сожалению, крупная. Будет хрустеть, будет не очень приятно. Ну, совсем без соли никак. Тоже будешь так же, да, кушать? Конечно, как. Не знаю. Вкусный завтрак у нас. О, яичко прям с мяточкой получилось. Ребята, все, что остается от яичка, я белок, например, не очень люблю. Можно давать беребойчику. Ребята, вот все, что остается от яичка, белочек, мы его сюда в одну мисочку складываем. И потом били на ужин вместе с гречкой. Это будет очень круто. Заливаем наши сухофрукты водой. Будем варить компотик. Мы сюда дорезали немножко свежего яблока, чтобы вкус был понасыщеннее, потому что у нас и так воды много, сухофруктов мало. И вот сейчас все это закипит и будет вариться. А мы тем временем помоем морковку, помоем картошечку. Поставим это все варить в маленькой мисочке, немножечко оставив на макарошки. Ребят, сварили компотик, теперь разливаем его по чашкам. Разольем сразу в три чашечки. Ой, все течет, не наклоняй так сильно. Сильно очень наклоняешь. Вот так не будешь. Прикольно вот такого желтого цвета получился. Сладенький. Он у нас, конечно, не получился, потому что сахара у нас нет. Ну ничего страшного. Ребят, три чашки это не потому, что Билька будет пить. Это мы просто хотели слить весь компот, но кажется, в кастрюле еще остается очень много. И это тогда останется на потом, он будет настаиваться. Вот все, что у нас осталось сегодня. Мы перевели другую кастрюльку. На ужин. Да, и тут еще достаточно компотика. И три степана. Ну что, ребят, будем сейчас приступать к приготовлению обеда. В принципе, прям с землей можем есть. После завтрака прошло уже достаточно времени. Давайте отмоем нашу вкуснятину. А, еще такая холодная вода. Ребят, вот этот кусочек морковки вставляем также Бильке. Если бы у нас был специальный нож для чистки овощей, мы бы, конечно, срезали поменьше кожу. Но у нас его нету. А на 100 рублей мы его никак не купим. Поэтому как есть, так и есть. Ребят, режем морковку нам на супчик гороховый. Можно немножко подкормить собаку. У него, чтобы не украли. Осталось нам положить лучок, но лук мы не будем цело использовать, потому что мы взяли огромную головку. А нам еще понадобится вечером на макароны, иначе макароны будут не вкусными. Сейчас плакать будем, да? Ты начинаешь уже плакать? Я уже плачу. После овсянки? Нет, после лука. Сейчас все скажут, ой, как много счищаешь, как будто не на 100 рублей живешь. Я люблю, когда все чистенько. Кусочек лука оставляем на вечер. Режем на супчик вторую половину. Так, нужно немножко соли добавить. Не слишком много, чтобы нам еще на макароны осталось вечером. Хорошо, что хоть бельки соль не нужна. И начинаем выкладку овощей. И горох сразу, он же долго будет у нас готовиться, несмотря на то, что был замочен. Ребята, я надеюсь, вы не посчитаете, что мы мухлюем, если мы одну лисушечку возьмем, лаврушечку. Вот такой вот супчик, чтобы чуть-чуть вкуснее было. Вот так вот. У нас даже перчика нету. Хотя бы листочек лаврика. Лавровый лист все равно у всех дома есть. Основная часть нашего супа, горох. Теперь, наверное, полчаса это точно будет вариться. Вот такое ЧП у нас произошло, ребят. Ребята, у нас уже обед готов. Почти что супчик уже кипит в полную мощь. Ребята, ну что, садимся обедать. Наш горошковый суп уже готов. Выглядит очень вкусно. Да, мультички себе налью. Побольше, чтобы наелся. Миша, это мы с тобой не один день выживаем. Нам с тобой еще и на завтрак хватит, смотри. Смотри, какая у тебя тарелка огромная. Ну да, если такие супы делать-то можно реально надолго. Ребят, ну обед у нас самый простой. Тарелка супа горохового. Компотик вот здесь вот у нас. Который уже немножко остыл. И немножко хлебушка. И у Миши все то же самое, только немножко побольше порции. М-м-м. Кстати, прям настоящий гороховый суп. Ну, а еще бы. Ой. Что-нибудь чуть остынет, я буду вынести. Договорились. Белечка, ну ты только ужинать теперь будешь, Котик. Гороховый супчик очень вкусный получился. После готовки моего горохового супа. Ну что, бабуль, продолжай. Ну как продолжи, надо, чтобы впиталось. Ну ты вот здесь еще не наделала. Давай. Миша говорит, бабушка как будто украшает плиту. Ну все, уже красиво. Красиво-то красиво. По-новогоднему. Снежок падает. Ага. Ну что, ребят. У нас настало время ужина. Суп вот у нас еще осталось. Смотрите, сколько. Еще на целый день. На завтрашний. Сейчас будем готовить ужин. На ужин у нас остались вот такие макароны за 6 рублей. Сейчас мы их промоем. И вот тут мы пожарили немножко лука. Надеюсь, у нас не сильно будете ругать, что мы немножко масло упрали у бабушки. Ребят, мы решили сразу вскипятить чайник. Для того, чтобы приготовить макароны прямо в сковородке. Ой. За минуту все-таки рейки. Выкидываем сразу сюда. Какой-то конструктор какой-то. Детский. По звукам. Так, Белькина гречка, которую мы делали аж утром. Приготовилась. Немножко воды осталось. Ее надо будет слить. Ребят, кому яичко. Вкусное. Это Беляшкин ужин. Слушай, спотано? Да. Беля, смотри, что тут есть у нас для тебя. У тебя сегодня очень вкусно ужин. Я смотри, ты обрезываешь что-то весь, да? Ты понимаешь, что это вкусно? Так, ребята, у нас осталась соль. Это мы можем себе позволить. Ребят, хочу вам показать, как выглядит мужчина, у которого недавно сдержал суп и который теперь не отходит от ужина. Сколько времени, во сколько мы с тобой сегодня ужинаем? Покажи. Ну, у меня часов нет. О, нормально. Если ты видишь, я не знаю, у меня просто что-то не вижу. Пора ужинать. Пора ужинать. Макароны с лучком. Так, Миш, тебе кажется, придется положить емкость побольше. Ну, вот, Миш, твой ужин. Ты мне решила все досыпать? Ну, как же. Белебойчика еще осталось, яблочко. Доешь пойдешь, да? Давай, котенок. Отнес к себе в лежак, чтобы не отняли. Все-таки выживаем. Все, какое может быть. Приятного аппетита, Белюшка. Спасибо. Ну что, приятного аппетита? Приятно. Миш, еще гороховый суп стоит. Кенчупа хотелось бы, конечно. Залк нету. Бабушка одолжил. Ну, это мы вырежем, естественно. Десять минут спустя. Миш, это что такое? Посмотри у себя. Что, Миш? Что? Посмотри у себя, что творится там. Это я тебе нарю? Слушай, ну, может, что-то такое дело. Мы это самое? Сорвались. Не выдержали полный день, да? У меня просто истерика. Даже Билли пошел есть корм свой, который вернулся в его миску. Билли, невозможно выжить, да, на 100 рублей в день? Да нет, конечно. Сдолбался яблоки есть. Билли, иди кушай, ладно. Никто не против. Иди кушай, мой хороший. Иди, мой малыш. Ребята, ну что? День нашего выживания на 100 рублей подошел к концу. Что-то живот болит. Миша тоже пошутил, кто сегодня первый в туалет. Но, на самом деле, что мы вам хотим сказать. Выжить на 100 рублей, конечно, можно. Но нормально жить, нет. Потому что, банально даже, то, что у нас не было сахара, масла, вот каких-то мелочей. В кашку очень хотелось, например, добавить сливочного масла. Оно стоит там за 100 рублей, насколько я знаю. Оливкового масла или подсолнечного у нас тоже не было. Для того, чтобы приготовить нормальную еду, мы его немножко украли. Но жить недорого в наше время вполне можно. Жить недорого можно, но это совсем не 100 рублей в день. Просто вот мы сейчас задумались, как живут бабушки, пенсионеры, у которых как раз так и выходит 100 рублей в день. Они не могут купить себе те продукты так дешево, которые купили мы. Потому что для этого нужно ехать в Ашан. Как правило, Ашаны находятся либо очень далеко, либо в торговых центрах каких-то. Торговый центр, это значит, бабушке туда нужно добраться. Блин, ты что рыбнул-то? Бабушке туда нужно добраться. Добраться своим ходом. Это достаточно тяжело для пожилого человека. Все это там купить, вот в таких вот минимальных количествах. Ну, в общем, мы хотим сказать, что это реально нереально. Потому что нам сейчас всего не хватало, макароны были пресные, живот просто сейчас набит. Потом после завтрака уже сразу хочется есть, потому что каша на воде, даже не на молоке. С каким-то яблоком. Яблоко, честно говоря, мы взяли... Это же самое. Взяли какое-то невкусное. Гречка. Ну, гречка... Я не знаю, ее убили. Наверное, гречка была на мере. Ну, я с удовольствием облизывался. Да. В общем, на самом деле, если бы в наш сегодняшний рацион включить масло сливочное, масло подсолнечное, молочко, побольше сахара, соли, разных приправ, специй, ну и вообще добавить мясо, то это было бы более-менее. Плюс любому здоровому человеку нужно мясо. Так, сейчас вот вегетарианцы мне начнут писать там в комментариях. Нужно мясо для того, чтобы нормально функционировал организм. И мы, например, не смогли купить мясо на 100 рублей. Вообще никакого. Даже косточку для супового набора, чисто, чтобы сделать бульон. Просто потому что в Ашане, например, не было на развес мяса. У нас и так на 96 вышло, да? Да. А какая-нибудь бабушка пойдет в магазин, там тоже, например, не будет. Куриные лапы стоили 50 рублей, но это мы хотели купить собаке, человеку это тоже нереально. Это, видимо, на супах надо сидеть. Делаешь себе суп на несколько дней, да? Да, это надо делать, только чисто вот суп. Покупаешь себе какое-то мясо, варишь из него суп, прям такой наваристый, знаете, и ешь. В общем, на 100 рублей в день жить совсем нереально. Люди, которые снимают видео, как они выживают, нет, можно, можно, никто не спорит, выживать можно, жить на эти деньги нельзя. Даже собака пошла доедать, понимаете, корм? Даже собака пошла доедать. Хотя уж он-то сегодня наелся, как поросятина. Поросятина такая, поросятина, поросятина толстая. Ой, я чуть не влезаю. Толстая поросятина. Даже зарычала на меня. Ну что, ребята, встречаемся со зрителями, да? Пока? Давай, давай, скоро вай. Скоро вай.